Добрый вечер, дорогие мои! Мы вышли погулять, и вы вышли погулять, как я понимаю, с нами. И я продолжаю своё повествование о Духе Святом в нас, о Боге в нас, которые мы вышли с вами в рассуждение, помогает нам с вами осуществляться в творчестве, в творчестве, в изобретательстве и во всех других творческих возможностях. И именно эти творческие возможности начали отличать христианина от нехристианина и при этом освещать весь мир, поскольку вместе с христианами и нехристианами начали потихонечку проявлять творчество. Ну, Господь так, Он и любит всех, и благоволит всем. Так вот, когда мы с вами говорим об индивидуальных возможностях, конечно, потрясающе, что человек стал нырять на 100 метров, стал подниматься на 8 тысяч метров, в космос вышел, при этом, ну, совсем недавно, несколько столетий назад, даже не предполагал, что есть этот космос. Когда Коперник объяснил систему космоса, что сделали с Коперником? Ну, а у нас в России еще дольше, кстати, держалось, вот в церкви понимание, что есть небесная сфера, нет никакого космоса, там светильники, что Земля плоская, и, ну, правда, некоторые и сейчас это утверждают, но я думаю, это они утверждают для хайпа, для такого вот своего отрицательного мира представления. Так вот, когда это для индивидуального человека предоставлен, Дух Святой, и силы такие человеческие, то это выглядит опасно для самого человека. То есть он, втягиваясь вот в эти возможности и проявляя их, очень часто впадает в гордыню. Я вот такой писатель, я вот такой художник, я там еще кто-то такой, и эта гордыня, это уже, можно так сказать, подседает лукавый на возможности человека и делает из этих возможностей отрицательное явление, то есть и отрицательное дело. Ну, как минимум для самого человека. То есть он, впадая в гордыню, впадает в страсть и начинает много чего нехорошего делать. Но еще опаснее это явление вот такого использования Духа Святаго или использования благодати в общечеловеческом неправильном делании. Нет, конечно, я вас уверяю, Дух Святой никогда не участвует ни в чем плохом, и его как такового использовать в отрицательных, казалось бы, нельзя. Но есть все-таки такое понимание, как наказание Божие, в котором участвуют ангельские силы и участвует через них Господь, можно так сказать, по его повелению. Ничто, как говорится, не может быть сделано без воли Божьей, как там две птички продаются за один ацарий, а у вас все волосы сочтены на голове. Так без его, конечно, воли и изъявлений не может быть и беды человеческие представлены. Но они бывают. Больше того, мы сами эти беды на себя накликаем, тем, что то, что должно положительно нами использоваться, используется в отрицательном. И это еще страшнее, когда это делает человечество. Или группа людей, или в целом человечество об этом, в общем-то, и рассказывает апокалипсис. Если вы читали апокалипсис и хорошо его осознаете, то вы же должны понимать, что там рассказ о духовном, применении. Нет, не так. Там рассказ о неправильном применении сил Божьих. что люди, получив вот эти возможности своего почти бесконечного могущества, вместе их начинают принимать так, чтобы не приносят пользу Богу. Больше того, ведь прямо запрещено приносить вред земле. И мы с вами вдруг видим, что в апокалипсисе вред этой земле приносится и рассматривается человек в наказании за этот вред. Каким образом? Это очень интересный образ, потому что это глава 7 апокалипсиса, стих 1, где рассказано, как ангелы в наказании человечеству будут сдерживать ветра со всех четырех сторон. И эти ветра со всех четырех сторон, как объясняют все святые, это значение, что у человека не будет хватать воздуха, он не сможет дышать, ему будет невозможно на земле дышать. Я читал много объяснений всех этих слов разными святыми, но вы знаете, мне интересно понравилось объяснение священника Даниила Сысоева. Сейчас матушка подержит. Я с ним лично был знаком, и когда он писал все эти книги, и когда он выступал, не все мне нравилось, что он говорил, и как он, главное, это делал. Но, тем не менее, когда я начал разбираться вот с этой темой, мне вдруг его объяснение легло на душу, и я вам сейчас зачитаю, как это выглядит у него, и мы с вами продолжим разговор дальше. Ангелы Божьи поставлены повелевать мировыми ветрами по воле Бога. Они повеляют всеми ветрами, растениями, животными, солнцем, луной, звездами. Если пророки Даниил и Еремия видели, что ветра дуют и наводят хаос, то теперь наказание хуже, это безветрие, ибо ангелы стоят на четырех углах земли и удерживают ветер, чтобы он не дул ни на землю, ни на море, ни на какое дерево, дабы везде было полно безветрия, и человек задыхался в этом мире. Люди, не желающие принимать Божьего дыхания и отказывающие от святаго духа, облекаются на затхлый воздух этого мира. Ведь душа человека, живущая без духа святаго, становится затхлой, задыхающейся. Так Господь показывает, что весь мир является образом вещей невидимых, в частности, состоянии планеты, земля напрямую зависит от состояния душ людей, на ней живущих. Раз люди отказались от святаго духа, не захотели жить по заповедям Божьим, получайте благодать от Духа Божия, то Господь облекает их на жизнь в удушливом, физическом смысле мире. Он говорит, вы и так живете в духовно удушливом мире, не принимая мое слово, и что вы поняли свое заблуждение через покаяние наследовали Царствие Небесное, пускай ангелы вас накажут по моей воле, вы будете задыхаться на этой земле, живя без ветра. Вот какое интересное у него предсказание. Вы скажете, а при чем тут без ветрии, где мы видим такое наказание, и что нам сейчас вот этого от того, что он сказал. Слушайте, я вам уже не первый день рассказываю, что все, что с нами происходит от ковида, это нехватка кислорода в организме. Мы с вами дышим, а не надышиваемся, у нас идет дышка. Мы с вами пьем железо и не можем получить кислород для органов. У нас сердце задыхается, получается ишемия. У нас, как вы пишете, волосы задыхаются. Не получая кислород, они умирают. Они умирают. То есть вот не это ли образ наказания человеческого за грехи человеческие, которые мы сейчас видим, в виде пандемии. Да, я уже слышал это мнение об этом и патриарх косвенно сказал, об этом уже очень-очень многие сказали, но механизм сказать, что это наказание просто так, знаете, на все, что хочешь, можно. Нам обязательно нужно ссылку на что-то святое из Писания, чтобы как доказательство того, что происходит, было в нем. И вот оно вам. Вот оно вам. Поэтому, знаете, надо действительно, видимо, после этой пандемии человечеству серьезно задуматься. и отец Даниил здесь, на мой взгляд, абсолютно прав, что состояние земли, ее экология, ее ветра зависит не просто от того, что мы вот такие, что пластиком все загрязнили, мы химикаты какие-то везде поналивали, нитратами кормим растения. Нет, от духа она стала затхлая. От духа мы не можем надышаться. Наш организм теперь не может надышаться и использовать эти ветра так, как нужно. Вы скажете, батюшка, ты сам грешный, вот ты и задыхаешься. Я такой же, как и все. Мы с вами все живем в одном обществе, и мы, когда речь идет о социальных грехах, то есть вот таких об общественных грехах, никто не избежим наказания. Ведь, посмотрите, Содом и Гамора были тысячи людей, а выжил один лот с женой, что больше не было вообще праведника, по понятиям того мира, не было. Но хорошие люди были, а пострадали все. А потоп, что один ной был совершенно на хороший. Нет. Поэтому те, кто думают, что эти грешные, и они и получат от Бога наказание, и им пусть будет плохо, а мы праведники, и нам все будет хорошо, очень сильно ошибаются. Грех общечеловеческий идет о наказании общечеловеческой. и естественно в нем и мы с вами сейчас видим, что никого не спасла, как в том стихотворение про прокуренный вагон. Хотел вам зачитать, но это длинное стихотворение. Но нечеловеческая сила в одной давильне всех калеча, нечеловеческая сила земное сбросила с земли и никого не защитила вдали обещанная встреча, и никого не защитила рука зовущая вдали. Поэтому дорогие мои, мы с вами увидели, как равно гибнут и старцы, и монахи, и епископы, и священники вместе со всеми другими грешниками. Так что и задуматься нам нужно здесь не индивидуально, а всем вместе о том, что за дух у нас, что за дух, мы духом эту землю прежде всего портим. Когда говорим о зле, делаем зло, свое личное право использовать духа святаго, не используя на благо. Свои открытые возможности, бесконечные возможности тратим на грехи и на уничтожение всего окружающего. Так что дорогие мои, наверное я теперь вот этой беседой закошу эту серию о духе, а вы все призадумайтесь, что вы можете сделать для своего духа, как вы можете душу свою в духе святом, который у вас есть, согреть, отогреть, наполнить радостью, любовью, все это вам очень нужно сделать, потому что в Царстве Небесном вынужден только такие, только такие. Те, кто покрестился и не готов к Царству Небесному, к сожалению, туда и не попадут. Все, здоровья вам всем, радости, аминь. Го, про, стоп. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok